всем привет реализовал одну идейку по индикации здесь у меня от и не 13 два провода питания и одним проводом на тени 13 тактирует двоичный счетчик двоичный счетчик сиди 4024 7 разрядный и на выходе этого счетчика я подключил 7 светодиодов то есть вот что у меня получилось пока я реализовал несколько эффектов так скажем для демонстрации то есть выходит что по одному проводу в данном случае от и не 13 управляет семью светодиодами управляет просто тактируя двоичный счетчик то есть для того чтобы в данном случае зажечь 7 светодиодов от и не 13 должен подать на счетчик 127 тактовых импульсов то есть один 13 рассчитывает сколько импульсов можно нужно отправить чтобы на выходе счетчика получить нужный результат скажем так получается что то вроде динамической индикации потому что в момент переключения позиции видно что вспыхивают так скажем лишние светодиодики вот видно что они вспыхивают то есть для управления нагрузками этот метод не подойдет только для индикации ну и как количество светодиодов можно менять можно подключить парочку двоичных счетчиков можно подключить какой-то другой двоичный счетчик с другой разрядностью ну и так далее сейчас посмотрим как и почему это работает вот такую схему я собрал на макетке двоичный счетчик 7 светодиодов на выходы линия тактирования первая нога подкинут подтянута к плюс питанию через 10 килоом рейзет подтянут к земле через 10 килоом и через конденсатор 10 микрофарад плюс питанию дело в том что если у нас счетчик будет принимать какие-то наводки помехи воспринимать их как тактовые импульсы то как бы с корректной индикацией у нас ничего не получится поэтому эту линию я подтянул плюс питанию вот я думаю этого достаточно чтобы исключить всякие наводки и вот этот конденсатор c1 10 микрофарад нужен для того чтобы обеспечить сброс счетчика при подаче питания без этого конденсатора при подаче питания на выходе на счетчика уже есть некоторые значения возможно емкость данного конденсатора нужно будет экспериментально подобрать но вот у меня вот с такими номиналами все работает корректно вот и по программке программка довольно простая всего одна функция которая устанавливает значение здесь мы определяем тактовую частоту подключаем библиотеки определяем pin который будет управлять счетчиком и вот собственно функция set установка значения передается 8 битный аргумент ном аргумент 8 битный но счетчик у нас 7 разрядной то есть на выходах этого счетчика может быть значение от 0 до 127 поэтому вот этот аргумент но он не должен превышать 127 иначе корректно это работать не будет вообще удобнее конечно работать с 8 разрядным двоичным счетчиком будет и расчеты будут попроще и светодиодов будет побольше вот ну и дальше нам нужно всегда запоминать текущая текущая позицию счетчика для этого используется static переменная позиция 8 битная вот далее у нас 8 битная переменная целка объявляется в которой мы рассчитываем сколько тактовых импульсов нужно отправить на счетчик чтобы получить требуемую позицию которую передали в качестве аргумента далее мы запоминаем новую позицию и отправляем тактовые импульсы на счетчик то есть здесь мы рассчитали сколько импульсов нужно отправить здесь мы их отправляем для этого выводим pin на выход и потом снова на вход то есть почему так у нас линия тактирования подтянута плюс питания пока pin настроен на вход здесь логическая единица когда мы его переводим на выход у нас подтягивается эта линия к земле и получается 0 и таким образом тактируется счетчик вот собственно и все в мэне перед началом всего действия некоторая пауза но я поставил 1000 миллисекунд возможно это много то есть у нас при подаче питания счетчик должен быть сброшен некоторое время вот и я с запасом поставил паузу 1000 миллисекунд и здесь переменная лет с начального значения 1 она используется для вот эффектов здесь вот эти эффекты сначала бегущий огонек в одну сторону потом в другую потом у нас мигает некоторые состояние то есть я их определил здесь просто в двоичном виде сначала у нас 6 светодиодов горит один не горит потом 6 не горит один горит здесь вот они в таком порядке включены здесь в таком вот и здесь у нас заполнение и очистка можно посмотреть это все выглядит вот он бегущий этот огонек в обе стороны вот мигание первое второе мигание заполнение и очистка и дальше будет все повторяться вот собственно и все по данному проекту это пока только идея не знаю насколько это надежно но в принципе если работает на макетке более-менее без проблем я думаю будет работать и в схеме то есть нужно обеспечить работу счетчика без помех и кратковременный сброс при подаче питания вот данный проект найдете под роликом как обычно на этом у меня все всем привет а и и Продолжение следует...